Продолжаю изучать АКУ для запуска биотопного аквариума. От вас получил много сообщений, в которых вы поддерживаете эту затею. Спасибо вам за это огромное. Теплым весенним днем я вернулся на то самое место, которое вы увидели в прошлом видео. Цель, которую я перед собой поставил в этот раз протестировать воду. Помимо этого еще раз взглянуть под воду и посмотреть не появились ли там растения. Напоследок захватить с собой немного местных камней и определиться с их названиями. Кстати, я просил вас помочь мне определиться с названиями камней. И на мою просьбу откликнулась Ольга Поволодская, за что я от души говорю спасибо. Здесь на берегу Аки я измерил PH и температуру воды. К моему удивлению PH оказался 8 и 1. Скажу честно, я думал будет 6 или 7. В действительности тут очень много пустых ракушек, но больше всего влияния на мой взгляд оказывают глыбы известняка. Субтитры создавал DimaTorzok Температура воды 21 градус. Можно купаться. Вообще, думаю, диапазон температур в этой реке очень широк. Даже сейчас, если зайти чуть-чуть глубже, температура опустится и не на 1 градус. Плюс сезонность, лето, зима. Я еще точно не знаю, но есть предположение, что за нашей рыбкой русскому человеку ухаживать проще всего. Остальные показатели воды буду измерять дома. Для этих целей я приготовил небольшую бутылочку, в которую и наберу воду. Ну что, пора еще раз осмотреть но. Возможно, найдется Элодея или еще что-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Увы, все та же мутная вода. Каменистое дно и ни одного живого растения. Возможно, муть в воде. Подымаю я сам, когда схожу в воду. Если обратить внимание на воду в бутылке, она прозрачная. Да, немного зеленовато, но прозрачная и без осадка. Также у самого берега достаточно хорошо просматривается дно. Да и вообще, на берегу Оки водятся раки, а раки, как известно, в грязной воде не живут. В следующий раз попробую иначе сделать подводную видеосъемку. Как говорится, все приходит с опытом. В 15 метрах от этого места берег практически без камней. Только песок и плесноводные мидии. Мидии, кстати, являются отличными чистильщиками воды. Но на каменистом берегу я мидии не обнаружил. Пора набрать немного камней и определить их название. Камни собираю прямо из воды. Чтоб наверняка понимать, какое тут дно. Как видите сами, перед нами кремний, кварц, полевой шпаг, красный гранит, известняк, ну и пустые ракушки, улиток, которыми усеяно дно. Все это уже останется у меня для оформления будущего аквариума. Так, понемногу начинаю собирать материал для запуска. Ну, основную часть материала мы с вами соберем в следующем видео. Настало время протестировать воду. Из тестов мы будем проводить тест на GH и PO4. Субтитры делал DimaTorzok 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 Пишите в комментариях, на какие показатели еще важно протестировать воду или достаточно того, что у меня уже есть. Итак, общая жесткость у нас 10, кислотность 8,1, а фосфаты 0,25. На этом знакомство с водой Аки подошло к концу. В следующий раз пойду набирать материал для оформления аквариума и выясним, что водится в Аке. А главное, кого можно будет посадить в мой 50-литровый биотопный аквариум, который будет называться Берег Аки. Субтитры делал DimaTorzok